24 микрорайона дистрикта Сангина-Хайрхан были выбраны для проведения испытательной программы по раздаче продуктовых талонов. Решение принимала рабочая группа Министерства социальной защиты и труда на основании проведенных исследований. Сангина-Хайрхан выбрали из-за самой большой миграции населения и централизации малоимущих горожан. Всего в программу вошли 32 микрорайона и те люди, кто имеет доходы ниже среднего или вообще не имеет никаких источников заработка. По этим талонам горожане могут обслуживаться в специальных магазинах, которые выиграли тендеры. В каждую из этих торговых точек мы передали поименный список жителей. Администрация 25 микрорайона выделяет 16 семьям талоны на общую сумму в 1 миллион 400 тысяч тогриков. Один талон рассчитан на 5 тысяч тогриков. Ежемесячно дети будут получать по одному, а взрослые по два продуктовых талона. У жительницы Айон Сурен четверо детей и растет один внук. Семья проживает на социальное пособие, но при этом они не сидят сложа руки. В своем дворе они разбили маленький огород, выращивают овощи. Кроме того, активно участвуют во всевозможных мероприятиях, например, в уборке территорий. Эта работа тоже оплачивается. Это все источники их дохода. Мы поинтересовались, насколько же реальна помощь от выдачи талонов. В нашей семье шестеро. Мы получаем талон на 90 тысяч тогриков. Если раньше покупали муку, крупы по килограмму, то сейчас можем сделать запасы. Одного килограмма нам хватало на два раза сделать лапшу и лепешки. Ну, теперь стало легче. Реализация программы продуктовых талонов стала своевременной и во многом помогает семьям. Так считают организаторы и так считают участники. Но при этом это не единственная поддержка администрации. К примеру, в этом году 120 жителей района еще получили право на льготные поставки топлива. Испытательная программа начала реализовываться с марта текущего года. В конце года будут подведены ее итоги. А с начала 2012-го проект начнет действовать уже официально. Энгтушин от Ганбат, Аист Монголия.